Привет-привет, меня зовут Маша, и это третья серия генетического дома «Дети». В этой серии парни подарят подарки понравившимся девушкам. Мы посмотрим, как они отреагируют и у кого будет самый большой улов подарков. Все, значит, Алисинья первая, Луиза третья, Елена вторая, четвертая Киды и пятая Аристу. Первый у нас идет, первый у нас идет Майло, и приглашает он девочку. Мне понравилось Луиза и Ариста. Луиза идет первая, где у нас Луиза? А, Луиза уже пошла купаться, но с тобой хочет познакомиться вообще-то наш Майло, поэтому вылезай. Видите, она уже успела быстренько так это окунуться, показать свой купальник веселенький, да, смотрите, у него он какой. И Майло, о, он сам хочет, да, поболтать, смотрите, они уже хотят поболтать друг с другом, у них же нет уже никаких отношений, нету никаких. Во-первых, мы что делаем? Мы давайте дружелюбно, приветствуем, вежливо представиться он может. Ну, давайте использовать, использовать, конечно, бонусы, которые даются. Представляйся вежливо, и что у вас между вами? Какие? Слушайте, а что у нас светится? Потому что она этот, да? Потому что Инна Поришеленко. И что они думают друг о друге? Первое впечатление персонажа Луизы к персонажу Майло, то есть Луизе показалось, что он очень правильный и вежливый, представляете? А он у нас вообще злой там гений, враг народа. И теперь ты должен ей подарить дружелюбный подарок. Любовь, он не говорит себе о выпечке что-то там сразу. И дружелюбный подарок. Какой первый подарок у него тут будет? У него большой обруч для вышивки. Дари, дари этот обруч нашей Луизе. Возможно, она любит вышивку. А может быть, она и не любит эту вышивку. Кто тут поймет уже? Посмотрим, как она отреагирует на это. Понравится ей или не понравится? Ну-ка. Что? Она недовольна, да? О-о-о, все, ей этот обруч совершенно не понравился. Ну, бывает, бывает. Во, вон, идет, идет королева. Идет королева этой вечеринки. Ну, давай, звезда. Звезда такая, о, боже, это он. Знаете, что, не понравился? Что случилось? Ариста. Так вздохнула на него, смотря. Так, делаем ему дружелюбно, вежливо. Вежливо представиться, да? Давайте будем вежливо представляться. Сейчас у него такая черта. Сразу хорошее впечатление. Он ее просто такая, опа. У него, мне кажется, у них даже нет выбора какого-то. Он сразу, знаете, производит хорошее впечатление и все. Я говорю, он прикрывается. Он хоть и злой, но он прям прикрывается. Своим каким-то таким дружелюбием, манерами. Ой-ой-ой, куда обнять? Куда? Нет-нет, подождите. Нет. Все, парень поплыл. Пошел обниматься. Так, подождите, у них дружелюбное действие. Любой. Вручить подарок. Следующий подарок. Подожди, подожди, уточка. Представляете, у него тут и пылесос, и бутылка с посланием. А он решил ей подарить уточку. Ну, дари уточку, дари уточку. Подожди, куда ты пошел? Куда пошел? Он уже все, с Энрике в пинг-понг пошел играть. А тут вот эти подружки пошли знакомиться. Да, быстро тут все очень происходит. Ну и чего? Он на листине уже там мусор какой-то подбирает, на порядке наводит. Смотрите, влезла, влезла тут, значит, это, узнавать, что тут происходит. Так, ну что, понравится тебе подарок или не понравится? Давай, Ариста. Так, уточка понравилась. Слушайте, она вам показалась ему довольно забавной. Что, значит, Майла, как ее он оценивает, мы знаем. А она как его? Он ей тоже кажется привлекательным, кстати. Ну все, отлично вообще. Когда у нас свет, кстати, включится, почему 9 вечера, уже такая ночь, а у нас освещение не работает совершенно? Иди, иди гуляй дальше. Это все девочки, которые ему понравились, поэтому мы просто выпускаем. Пусть он уже там знакомится и что угодно делает. Следующий наш парень. Кто у нас был? Кто у нас был? У нас был Дэвис. Все, выпускаем Дэвиса. Дэвис, привет. Давай, ты будешь девчонкам дарить подарки вот в этом уголочке. Согласен? Первая идет, вампиресса к нему знакомится. Давай. Тебя ждет уже твой вампир. Посмотрим, вдруг у вас вообще все будет отлично, невероятно и потрясающе. Кто знает. Мы давайте сделаем дружелюбно представиться. Давайте просто вежливое знакомство, да, наверное, будет. Вежливое знакомство. Все. Давай, знакомься, знакомься. Ого, новая черта уважительный. Будет у нас такая ему черта? Сейчас они все из-за вежливого знакомства станут уважительными. Ну, давайте. Раз уважительный, так уважительный. И она к нему в ответ. Опа. Хорошо. Значит, мы дарим ей подарок. Сейчас посмотрим, какой там будет подарочек. Дружелюбно. Любовь. Вручить подарок. Дружеский подарок. И это будет бутылка с посланием завет любви. Вот так-то. Сразу, понимаете? С места в карьер. Решил ей подарить такую вот бутылку интересную. Блин, жалко. Я ничего не вижу. Как она отнеслась? Как она отнеслась? Он сказал, что за фигня? Где вообще деньги? Симолеоны? Где вообще нормальный подарок? Что ты мне какой-то рухлядь припер просто? Нашел на пляже. Он, кстати, реально какой-то кучки нашел на пляже. И решил сразу ей подарить. Все. Он такой обиделся. Обиделся. Такой, ты ничего не ценишь. Не понимаешь. Это очень романтично. Он такая, боже, ну что за дебил? Кстати, давайте посмотрим, как она вообще к нему отнеслась. Он ей очень привлекательный. Так что в целом-то как-то он ей понравился по внешке. Все. Подожди, а куда ты ускакал, дорогой мой? У тебя там еще четыре девочки. Кому подарки дарить? Он такой, все, я устал. Это меня вымотало. Я энергетически истощен. Поэтому я пойду опять медитировать. Он постоянно там коврики тусует. Мне кажется, он больше никуда не ходит. Только за этим коврик и чилит. Но у нас тут Элен под боком. Следующий подарок будет твой. Элен, ему нравится. Окей. О, идет, идет, идет. Смотрите, она такая. Ну ладно, твой подарок не такое дерьмо, как я думала. Я прочитала записку. Смотри, реально, она ему что-то говорит. Ладно, не обижайся, типа, вот. Смотрите, у них получилось даже хорошее взаимодействие. Я прочитала, это действительно мило. Пойдет. Нормальный подарок. И у них вот уже стало нолем. Вот видите. Как-то помирились, помирились. Все, пожалуйста, давай знакомься. Свежливо знакомься. Элен, следующая девушка. Так, Алисиня такая. Все, он будет моим. Какая Элен. Так, ну что у нас тут? Что у нас тут получилось? Поболтать с Луизой. А, Элен, господи, я все время путаю Луиза и Элен. Слушайте, у них уже, смотрите, как много прирост. Прирост у них хороший. И любовь. Какой подарок, интересно, у нее получится. У нее получится фигурка спортивного талисмана Лама из Коппердейла. А вот такой вот незамысловатый подарок решил подарить. Может, все же, правда, подарим что-нибудь. У кого из парней лишние же останутся подарки, отдадим, кому не хватит. Ну, может быть, может быть. Сейчас подумаем. У нас только не хватает нашему оборотню, который решил особо не заморачиваться. Так. Что, понравилось? Нет? Да, говорит, в целом нормальный какой-то подарок. О, аж даже два плюса. Боже мой, у них уже 12. Такая, танцуют, танцуют. Слушайте, понравился, интересно, он ей. Выглядит обычно. Она, он вообще для нее выглядит довольно обычно. Все, хорошо. Дальше, следующая девочка. У нас будет Элен как раз. Элен, давай, где ты там сидишь? Все, иди сюда. Иди сюда, вас уже ждет. Дэвис. И готов знакомиться с вами. Дружелюбно, вежливое знакомство. Давай, знакомься. Это все-таки как первый шаг, а там уже сами решат. Так, ну что? Он сказал, ой, ты такой подкачанный. Фитнес вообще, это отстой так, что ли? Что это было? Он посмотрел на его бицухи и такие, блин. Засмущалась, мне кажется. О, у них дурачится. Дурачится. Нифига себе, у нее сколько тут дурачеств пошло. Короче, понятно, они, видимо, на тему фитнеса начали что-то дурачиться. Этот смутился, она его просто смутила. Так, хорошо, Дружелюбно, Любовь, вручить подарок. Какой же ты ей подарок вручишь? У нее миска для еды. Он увидел, что у нее есть ошейник, короче. Такая, блин, вот тебе миска для еды. Дурачливый подарок получился. Она сама начала дурачиться, вот и получила такой подарок. Что, тебе понравится? Да, говорит, вообще смешно, забавно. Лайк, подписка. Все, им все понравилось. Следующие, кто у нас тут? Следующие, они там болтают. Алисинди уже тоже, смотрите, я вижу, подходят Алисинди. Так, она следующая, последняя. Аристочка. Ариста, Ариста, мы вас просим. Ариста уже где-то... Ариста расслабляется такая. Вон она. Слушайте, почему так нет света? Мне прям это коробит, честно говоря. Давайте сейчас я сохранюсь. И поставим, наверное, еще один свет. Чтобы у нас было... Давайте вот такой большой светильник поставим, наденем. Какое-то темное просто пространство. Во, вот так. Ну, не знаю, конечно. Ну, все, наверное, не очень подходит. Ну, лучше, чтобы я хоть этих сим увидела. И вы тоже вместе со мной видели. Все, пожалуйста, Ариста, давай слезай и приходи сюда знакомиться с парнем. Кстати, Элент, ой, Элент, что думает по поводу Дэвиса? Он ей непривлекательным показался. Вот почему у них сразу шутки какие-то пошли. Он показался ей непривлекательным. Все, выходит наша девчулечка. Вот, посмотрите, как у нее купальник. Модная, красивая, в шляпе. Ну, что, говорит, знакомься, так и быть со мной. Еще один поклонник. И мы ей, во-первых, дружелюбно, вежливо с ней знакомиться наш парень. Смотрите, он в цветнике просто всех женщин собрал. Ой, у них что-то тоже... А, ей не нравится фитнес, что ли? Смотрите, просто он окружен, окружен, но не сломлен. Так, почему он общается... Блин, а он с Аристой-то познакомился? Он с ней не познакомился, блин. Во-во, теперь он познакомился, я видела. Где? Вот, познакомился с Аристой. И теперь предлагаю быстренько вручить ей подарочек. Дружелюбно. Любовь. Вручить подарок, дружеский подарок. И это будет горшок, если что-то неусловно. Многие поколения детей приучали именно к этому горшку. Вот он так решил зайти прям. Смотрите, он ей решил подарить детский горшочек. Сказать, блин, ты такая классная. Мне кажется, у нас получится прекрасная девочка. И этот горшочек будет именно для нее. В этот горшочек ходил я в детстве. Я не знаю. Что, как тебе? Как ты такой подарок? Оценишь ты его старания? Да, говорит Арист, ну вообще, забавный ты, конечно, парень. Почему бы и нет? Может быть, такое и произойдет. Все, слушайте, отлично. Я рада. Вообще, понравился он этой Аристи или не понравился? Выглядит обычно. В целом, он для нее выглядит обычно. А она же против детей. Нет, почему она против детей? Где я такое буду, чтобы я была против детей? Нет, перфекционист, частюля активная. А, ну просто она не хочет беременеть. Не то, что она против детей. Следующий парень у нас это Энрике. Надеюсь, все твои прыщики уже зажили. А, кстати, почему ты здесь играешь пинг-понг? Как он играет пинг-понг? Как он тут играет пинг-понг, то есть он не может выйти отсюда? Странно. Это его мечта. Мечта быстрее выйти и поиграть в пинг-понг. Может, тогда может дружески? Что думаете? Давайте, может, уже дружески тогда? А то у него тоже черта, наверное, вежливая будет. Давайте просто этот дружеский такой. Я вообще боюсь этих женщин. Не знаю, что тут происходит. Просто привет. Просто будет привет. Ой, такой котик. Я прям не могу. Ой, котик. Не знаю. Мне кажется, он слубок какой-то. Смотрите, он вообще, ну ни в какую. Да что ж ты вот вообще этих женщин как огня их просто боится. Тебе понравилась она? Она тебе понравилась. Так берешь и даришь ей подарок. Знакомишься с ней. С пятого раза. Все, никак не могу тебя заставить. Давай приветствовать дружески. Пожалуйста. Смотрите, какой. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Смотрите, просто обрывается все. День лотереи у всех прошел успешно. Отлично. По-моему, там завтра с утра нам скажут, кто выиграл. Надеюсь, мы подарим подарки. Он приехал отдохнуть на виллу. Не вот это вот все. Да, я тоже так думаю. Он просто почилить решил. А тут говорю, почему он не может вообще с ней? Чего происходит такое? Или просто он оборотень, она вампир. И поэтому они не могут вообще общаться, что ли? Попробуй в меню выйти. Да, серьезно? Да, давайте выйдем. Все, давайте пробуем еще раз. Может быть, настройка слетела. Может быть, не слетела. Давайте дружески попробуем поприветствовать. Все, ура. Спасибо большое, Дарья. Все, супер. Спасибо большое. Любовь с первого взгляда. Вы это видите? Алисинья и оборотень. У нас вообще у нас просто запретная любовь тут случилась с первого взгляда. Вот так-то. Вот так-то. Вот так-то. У нас будет оборотень и вампирша. Кто такое ожидал? Я не ожидала. Посмотрите на их отношения. Посмотрите, что у них просто unreal какой-то. Жара и холод. Они вместе или порзе? Никто не может понять. Хорошая совместимость. Родственные души и привлекательная. Она для него. Вот так-то. Вот так-то. Кто такое мог знать? Так, ну, конечно, мы у них делаем ноль, как и у тех ребят обязательно. Вот что это такое? Все, делаем ноль. У них родственные души. В этом сезоне, я думаю, родственные души у нас не будут особо ничего значить. Возможно, я просто этот мудлет... Я пока не пробовала просто удалять. И могу ли я назначить кого-то родственной душой? То есть, например, если сейчас я этот мудлет удалю, смогу ли я потом именно на этого человека этот мудлет настроить, чтобы ему там нравилось Алисинья? Поэтому пока в этой серии, вот я смотрю, что сейчас четверг. Может быть, мы их просто будем оставлять на пару дней, чтобы как-то, знаете, начальный бонус какой-нибудь. Короче, посмотрим, попробуем. Ну, короче, да, тут у них уже родственная душа. Это в целом будет их давать какое-то вот такое приятное взаимодействие друг с другом. Все, они познакомились. У них уже есть там какая-то минимальная романтика. Так, теперь я предлагаю дружелюбно вручить подарок, дружеский подарок. И ты ей подаришь снежный шар, правильно. Говорит, ты любишь динозавриков? Вот я из дома взяла такой подарок. Я играл с ним в детстве с динозавриками. Да, и поэтому дарю тебе свой подарок. Такой вот. У меня так много воспоминаний с ним связано. Оценишь ты или нет? Просто Алисинья такая, боже мой, один с какой-то дурацкой бутылкой. Этот с тупорылым подарком снежным шаром. Ой, но все равно ты красавчик, да? Она просто в шоке такая. Думаю, что за бомжи пришли сюда? Романтики какие-то с большой дороги. Все, у них там, короче, кокетство пошло. Подарок минус пять дал, представляете? Вот так вот, не понравился подарок. Минус пять. Ну ладно, вот такая у них будет интересная любовь, конечно. Значит, дальше. Кто там тебе еще понравился? Тебе понравилось? Слушайте, ему четыре женщины понравилось. Ему понравилось. Элен еще. Так, и Элен следующая у нас идет. Так, 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 так. Вот она, вот она. Элен, мы вас ждем. Мы вас ждем. Вы следующая. Так, что у нас тут у Майла? Кто ему названивает? Какие-то непонятные люди. Элен, мы вас ожидаем. Вот она прибежала, прибежала. Все, знакомься теперь с ней. Так, уже он в романтическом настроении. Ой, что он с ней хотел сделать-то? Стойка на руках над бочонком. У-у-у, понятно. Он уже с Алисиней решил над бочонком постоять. Вот такой вот у нас быстрый парень. Тоже дружеский ее приветствуй. Кстати, подождите. Кстати, почему у них нет никаких первых впечатлений? Может, у меня вообще первые впечатления слетели или нет? Вам так не кажется? Потому что, скорее всего, у нас, получается... Кто у нас там первый был? Майла, да? Он на кого-то там какое-то вежливое впечатление произвел. Но это, наверное, не из-за первых впечатлений, а из-за... Вот, что это такое? Это же чувство. Это же не первые впечатления. Слушайте, у меня просто, наверное, первые впечатления, да, слетели. Поэтому никаких первых впечатлений вообще нет. Так, ну что у вас тут будет происходить? Они тоже дурачатся, порешили дурачиться. Хорошо, дарей дальше подарочек свой, который ты там придумал. Может, ты ее удивишь. А, это же у нас подарок. Это дрон для трассляции. Вот, один у нее был бомжатский подарок, а другой хороший подарок. Он у нас скажет, Элена, это дрон потрясающий. Говорит, да, вот это нормальный подарок. С этим подарком уже можно, уже можно о чем-то вообще разговаривать. Кида была у него. Давай, Кида. Наконец-то, слушайте, хоть кому-то Кида понравилось. По-моему, до этого вообще... Слушайте, у нас Кида, по-моему, только ему понравилось. Представляете? Только оборотней. Больше никому не понравилось. Офигеть, бедняжка. Что тебе делать-то будет? Как же так-то? Как же так-то? Слушай, они опять ссорятся. Самый лучший подарок от лучшего мальчика. Лучшие фаворитки. Слушай, а что он там плачет? Что у него случилось? Ариста уже рыдает. Что рыдает? Что у нас тут? Энрике, что скажешь? Что скажешь? Понравилась она тебе, не понравилась? Дари ей следующий. А, у него же подарка нету. И все. И вы предлагаете, чтобы он еще какой-то подарок кому-то подарил. Так? А кто ему тогда какой подарок скинет? Кто у нас еще? Кто у нас уже пошел? Во-первых, у нас был Дэвис. И у нас был Майло. Ну, давайте кто-нибудь из них по два подарка скинет. Потому что там еще две девушки. Так, у одного остался вот этот вот чип личности. Ну, значит, ему отдаем. Отдаем чип личности. Поделились они подарками. И у нас, значит, Дэвис и был Майло. А у Майло остался что пылесос? И какая-то бутылка с посланием. Он говорит, ну ладно, подари кому-нибудь пылесос. Типа, блин. Нормальный подарок пылесос. Тут пригодится от пыли избавляться. Все. Давайте посмотрим, что он ей сейчас подарит. Так, дружелюбно. Дружелюбно. Любовь. Вручить подарок. Дружеский подарок. И чип личности. Окей. А мы всех парней... Мы всех парней скажем, идите занимайтесь утренними делами. Потому что у нас есть для парней группка, которые вот утром занимаются йогой. Бросают мяч. Дружелюбно себя ведут. Занимаются летними занятиями. Чинят предметы. Кто знает, что такое летние занятия? Я пыталась, гуглила, гуглила, но ничего не смогла найти. Ей понравился этот чип непонятный какой-то. Ну ладно, понравился, так понравился. Следующая у нас девочка, которая ему понравилась, это Ариста. Ариста. То есть меньше всего всем понравилась Кида, только одному парню. А Ариста понравилась всем. Вот так-то. Вон она уже с Джаредом болтает. Короче, да. Ребята выбежали. Выбежали куда-то мне вот они. Вообще, по-хорошему, вас нужно отселить. Все-таки отселить, чтобы вы у меня здесь сидели. И сидели. Не бегали, не знакомились с девчонками вообще вне очереди. И давайте дарим ей тоже подарочек. Дружелюбно, дружелюбно. Приветствуй дружески. Смотрите, у нас тут еще какой-то пальчик вверх есть. Что-то получилось. Вроде что-то получилось. А он все, смотрите, думает об Алисиньей. Он такой, мне уже никто не нужен. Я пойду дурачиться с Алисиньей. Смотрите, какой у нее купальник на каблуках. Подожди, ты не подарил Аристи подарок. Ты не подарил ей подарок. Подключить подарок. Дружеский подарок. Пылесос. Скажи, я для тебя пылесос раздобыл. Я должен тебе подарить. Ты не женщина, ты пылесос. Давай. Скажи, мне кажется, идеальная. Ты вроде девушка чистоплотная, следящая за порядком. Поэтому я вот думаю, что такой новомодный пылесос тебе очень понравится. Говорит, что? Я вообще, блин, почему? Раз я вот женщина, я что, должна пылесосить здесь весь день? Не буду этим заниматься? И что, что я чистоплотная? Я сам за собой убираю и сам пылесоюсь со своим пылесосом. Ну, короче, как-то вот так, мне кажется, у нее делать состоялся. Да, удаченький подарок. Так, что мы, значит, дальше делаем? У нас дальше Джаред наконец-то вылупился. Вот теперь, Джаред, ты можешь выходить и знакомиться с девушками. Тебе понравились две девушки, Луиза и Ариста. Окей. У нас первая идет Луиза. Где у нас она? Вот она, Луиза. Знакомишься, знакомишься с ней. Смотри, она уж там танцует, зажигает. Приветствую ее дружески. Скажи, блин, ты такая классная. У нас одинаковые серые костюмы. Выглядит очень стильно. Как тебе вообще серый цвет? Мне кажется, он идеально подходит. И тебе, и мне. Вау, Алисиня там попой крутит. На. Оп, 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 оп. Заманивает, заманивает. Очень угорнул своего вырванного дерева в вороне. Да, это вообще жесть. Согласна. Там в вороне эта боль была просто. А потом все это время я пыталась его вырастить. О, и у них любовь с первого взгляда. Вы прикиньте. Помните, ему понравилось две девочки? Я подумала, что Луиза к нему больше... Луиза как-то ему больше подходит, но нет. Точнее, господи, Ариста, но понравилась ему Луиза. Любовь с первого взгляда случилась. Вот так-то. Такие, о, красота, красота. Да, скажи, у нас тут все возможно на мази с тобой будет. Надо попу еще вот этой снять где-то в камере. Вот она вот так, вот так между ними. Оп. Все, у нас вторая любовь с первого взгляда возникла. Представляете? И не обязательно нужно было идти первым. А он, знаете, был изначально. Я же говорила, он себе очень уверен изначально. И он вообще такой, типа, ну и подумай, что я буду предпоследней идти знакомиться с девчонками. Типа, кто мне нужен, от меня никуда не денется. Я так и поняла, что он очень в себе уверенный парень. Как видите, он ей подарит верх ярко-красного цвета полковник. Это одежда для курицы, мне рассказали. Прикиньте. Да, очень-очень модно. Говорит, блин, лишь бы там деньги были. Луиза такая, хочу денег. Подари мне самый дорогой, самый классный подарок. А лучше деньги. Он просто такой, вот тебе одежда для курицы. Как тебе такое? Блин. Ну давай, 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 дари, дари, дари ей. Так, смотрим, смотрим, что там будет. Ну чё, чё скажешь, Луиза? Да, говорит, слушай, вообще классный подарок. Заведём своё ранчо. Заведём конное ранчо. Куриное ранчо. Любое ранчо. И будем одевать кур. Так, почему я не играю? Это ещё я потому, что не скачивала, ничего не обновляла. Поэтому сначала нужно этот конкурс закончить, потому что там же всё собьётся. И викидвимсы, и фигимсы, и все эти моды обновлять. Поэтому я сначала закончу вот здесь, вот это вот мероприятие. А потом уже буду обновлять. И сделаем следующий челлендж, я думаю, моя винодельня. Как раз вот в этом мире со всеми этими вот соседями. Так, наконец-то я что-то придумала. Всё, слушайте. А он уже начал болтать с Аристой, кстати. Она, вот видите, тут тоже недалеко. И он с ней тоже должен, конечно, познакомиться. Он её приветствует дружески. Давай, Джаред. Поприветствуй Аристу. Так, и подари ей подарок. Ты, наверное, подумала, что она очень из богатой семьи. Вся такая, вся из себя. И, видимо, ты ей подарок подаришь... Нет, батуанская спира. Вообще странный подарок. Типа, он что-то блестит золотой. Наверное, ей понравится. Короче, окей. Посмотрим, как она... Это, знаете, какой-то из Комикона. Я не знаю. Ну, короче, что-то такое вот очень локальное. Для любителей «Звёздных войн». Но, видимо, ей это нравится. И подарок ей тоже понравился. Всё, следующий, последний нас Джонни. Который ненавидит заниматься спортом. Мы тебя выпускаем, дорогой. И, кстати, у тебя те же самые девочки. Тебе тоже нравятся Луиза и Ариста. Так, Луиза, пожалуйста. Ой, у нас уже болтает Луиза вовсю. С днём варенья. Надеюсь, ты получил своё рождение. То, что ты желаешь. Слушайте, у вас у всех одинаково было день рождения. Поэтому я не знаю, что вы тут начинаете. Всё, иди сюда. Давай, знакомься с Луизой. Всё, у нас последний парень. Наконец-то. Наконец-то дождался своей очереди. Знакомься с Луизой. Он с ней познакомился. Теперь дари ей обязательно подарок. Дружелюбно. Любовь. Вручить подарок. Дружеский подарок. И камень света. Так, вот. Этюд для игры. Двойными нотами и другими модными штуками. Документальный роман. Он решил подарить Луизе. Посмотрим, как она отреагирует. Слушайте, ну, раз она на шмотку, вязанную для курицы, хорошо отреагировала, посмотрим, что она скажет. Так, у нас тут Элен такая. Я уже, это, устала, 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 устала ждать моря погоды. Парни, что-то там не очень, всё. Поэтому сама, сама найду чем заняться. Так, ну и что, Луизе в итоге понравилась книга? Вроде понравилась, да? У этой изи вдвоём переговариваются. Так, ну, какой-то там навык он романтики уже начал. Слушайте, не с ним? Нет? Слушайте, почему у них сердечки? Я не понимаю. Вы что, ребят? Остановитесь, пожалуйста. Умоляю, 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 остановитесь. Иди. Вау, это кому? Принять ухаживание. Я не поняла, кто, кому, какие ухаживания. Вы что, пацаны? С ума походили? Сеориста что-то замёрзла. Что это? Ей же дурно стало. Всё, Джаред, хватит с этим Джаредом болтать. Я не понимаю вообще. Может, это у них друг с другом? Любовь. Эй, эй. Он ей что? У братеньей что, по голове попал мечом? Офигеть. Реально попал мечом по голове, и у них отношения испортились. Вообще забавно. Комился. Познакомился. Слушайте, у него истерика. Мне страшно. Сейчас он ещё помрёт. Давайте уберём эти мудлеты. Так, убираем вот всё. Фу, слава богу. Что я знаю, они им только дали войли, они сразу помрут просто от всего, что только можно. Трак дружелёвно. Любой. Вручить подарок. Дружеский подарок. И это будет беспроводной пылесос пыльный фронтон компании Взасос. Слушайте, прикиньте, ей прошлый парень подарил пылесос. Она разгневалась, и теперь этот просто ей дарит тот же самый пылесос, только другой. Мне кажется, Ариста сейчас просто офигеет. Просто парни решили её закидать пылесосами. Наверное, они узнали, что у неё там черта характера есть. Чисто плотно. Эдакий просто держи пылесосы. Так, ну чё. А, слушайте, а этот ей понравился пылесос. Нифига себе. То есть, тот здоровый ей не понравился, а этот маленький ей понравился. Прикольно. Лотерея закончилась. И выиграл кто? Мортимер Год. Серьёзно, у них и так богатая семья. Всё куплено, всё куплено. Это лотерея куплена, ребята. Посмотрите, Мортимер Год выиграл. Ну и нафиг вас всех. Мы обиделись. Я обиделась. Всё, ура. У нас закончились знакомства. Всё закончилось. У нас образовалось две парочки. Джаред и Луиза. Джаред это у нас вот этот парень. Вот этот вот парень богатенький. Богатенький, уверенный в себе парень. И Луиза у нас инопланетянка с внешностью оборотня. Вот эта вот девочка. Вот. И так же у нас образовалась пара Энрике. Где ты, Энрике? Вот он, Энрике. Это наш оборотень. И он влюбился в Алисинью, в Ампиршу. Вот такой вот расклад у нас получился. Ну, пока мы ничего с этим не делаем. Ничего это не значит. Просто, скорее всего, они будут чаще флиртовать. У них будет романтическое настроение рядом друг с другом. И я ещё предлагаю... Подведём итоги и посмотрим, какие же подарки есть у каждой девочки. Итак, наша топ-1 по подаркам. Это Ариста. У неё есть вот такая вот уточка. У неё есть... Второй был подарок, по-моему, сиденье для младенцев в туалет. Дальше ей подарили вот этот пылесос, который ей не понравился. Потом была батуанская спира. И ещё один пылесос. Мне кажется, если я не ошибаюсь, то ей всё понравилось, кроме вот этого большого пылесоса. Четыре подарка получила у нас Луиза. Первый подарок был такой вот для вышивания наборчик. Потом, по-моему, у неё была книга, что ли? А, нет. Фигурка спортивного талисмана. Ей понравилось. Одежда для курочки тоже ей очень понравилась. Но нельзя вытащить её. И у нас этюд для игры двойными нотами. Документальный роман. По два подарка получили Алисинья и Элен. Значит, у Алисиньи есть снежный шар. О, какой большой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Перевернули. Покажи нам. Вот, снежный шар динозавра, мотоборотня. И от вампира бутылка с посланием завет любви. Да, подарочки, конечно, у неё так себе. Поэтому она так и бузила. Что же у нас у Элен? У Элен тоже должно быть два подарка. Дрон для трансляций. И почему-то я у неё не вижу второго подарка. Второй подарок у неё был от вампира. И это была миска. Точно была миска розовенькая, по-моему, для собак или для кошек. Куда она её делала? Непонятно совершенно. Может быть, в багаже семьи? В багаже семьи я её тоже не вижу. Слушайте, куда-то она уже эту миску делала. Кстати, получается, у неё, у Алисиньи, подарок от вампира и оборотня. И у неё тоже, получается, должны были быть два подарка от оборотня и от вампира. Она уже подарок куда-то пристроила. И всего лишь один подарок у Киды. Что это за подарок? Это чип личности Мерзавец. Сколько он, интересно, вообще стоит? 175 симолеонов. А что он делает? Кто знает, для чего он используется? Воспользоваться действием, заменить чип личности на любом дроиде, чтобы сменить чип и присвоить дроиду новый голос или характер. Как вы думаете, хороший это подарок или нет? Он всего лишь один у неё. Как-то даже немножечко грустненько. Не знаю, всего лишь один подарок. Хотя, вы знаете, у Алисиньи, мне кажется, в сумме хоть и два, но 20 симолеонов это вообще бесплатно. У Алисиньи, конечно, по деньгам ещё дешевле. А тут, может быть, пригодится. Эта серия подошла к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. В следующей серии у нас будет жизнь виллы, как ребята проведут вместе день и что из этого получится. Приглашаю в Телеграм. Там голосование и опросы. Вся важная информация по этому челленджу. А также, если вам интересно участвовать в процессе, создавать сюжет, то, конечно же, приглашаю на стримы, где мы всё обсуждаем в моменте. И желаю всем отличного настроения. Всем пока-пока!